Олег Николаевич, передаем нашему батальону «Тигр» комплект шлемов с активными наушниками. У нас здесь еще гуманитарная помощь от жителей Владивостока, письма от приморских молодогвардейцев и школьников с добрыми пожеланиями для бойцов. Ну, собственно, Сергей Викторович, получайте. Активисты молодой гвардии «Единой России» и губернатор приморского края Олег Кожемяка передали добровольцам отряда «Тигр» комплекты тактических шлемов с активными наушниками и возможностью размещения систем ночного видения, а также коробки гуманитарной помощи и письма поддержки от приморских школьников. Это у нас самый боевой отряд, все бывает на передовой, кто в первые дни с шнуром о Баринополе уже там оказывали помощь непосредственно жителям, в составе даже уже штурмующих людей. Это молодая гвардия, это действительно молодая гвардия, передовой отряд молодежи, кто выполняет все задачи, поставленные государством по борьбе с нацизмом, рядом с нашими товарищами, всегда с теми, кто воюет на фронте, всегда оказывает помощь всем, чем может. Кроме того, глава региона побывал в новой столовой, которая была построена в начале года. Именно здесь бойцы получают полноценное питание. Мясные блюда, кондитерские изделия, мед, овощи. К обеспечению продуктами подключились приморские производители. В этом списке уже более десятка компаний. Все наши производители пустпродукции, Русагра бесплатно поставляет свинину, Микайловский броллер поставляет кильцу, кондитер поставляет кондитерскую, ребята-таежники с районов поставляют мед, теплицы поставляют, лотос поставляют, овощи свежие. Поэтому со всех собрали, все с теплотой, с добром, все, чтобы понимали, чтобы подъели все, чтобы полный был набор витаминов, лук, чеснок. Сами же добровольцы отмечают в разы улучшившиеся условия размещения. И, как отметил губернатор, все больше предприятий и простых жителей подключаются к поддержке участников спецоперации. Яна Коган, Новости на Восьмом.